Чарджи 5 реально становится крутым аналитическим инструментом. Буквально несколько часов назад были представлены так называемые интерактивные диаграммы, интерактивные таблицы, интерактивная работа с каким-то анализом данных. Давайте в этом видео подробно разберемся, что это такое и как это использовать. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и моя основная задача – это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам, да, наверное, и обычным людям, научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какую-то рутинную задачу и экономить на этом огромное количество времени и денег. Значит, смотрите, в Чарджи 5 я уже несколько видео поснимал и показывал, как делать, соответственно, проводить анализ данных, но в этом видео я бы хотел вам показать так называемые свежие интерактивные диаграммы. Сразу скажу, что этот процесс, он выкатывается по чуть-чуть, то есть не у всех аккаунтов есть такая возможность. На моем аккаунте, к счастью, это есть, скорее всего, потому что я использую американский VPN, и за счет этого Чарджи 5 мне быстрее выкатывает какие-то обновления. Значит, сразу же еще также скажу, что эта возможность есть только в Чарджи 5.4.0. Можно, конечно, использовать так называемых GPT-агентов и официального, например, GPT-агента от компании OpenAI, от Чарджи 5, Data Analyst, Data Analytics. Можно его использовать, но, если не ошибаюсь, в нем еще нет тех самых интерактивных диаграмм. Они пока есть только в стандартном Чарджи 5. Также все подсказки, которые я буду использовать в этом видео и вообще, которые я использую в своих видео, они находятся, то есть так называемые промпты находятся в моей большой базе промптов. Сейчас мы туда добавляем больше 100 различных подсказок промптов именно для проведения качественного, хорошего анализа. Значит, здесь также еще представлены промпты для изображений, промпты для видео и различные сервисы, чат для общения, куча видеоуроков и, конечно же, образы для того, чтобы наш Чарджи 5 заранее понимал, какую цель мы перед ним ставим. Это очень крутой инструмент. Значит, хорошо. Давайте, значит, что мы будем анализировать и какие так называемые интерактивные диаграммы мы будем строить. Значит, я скачал с официального сайта NVIDIA годовой отчет. То есть здесь больше 100 различных страниц с данными по выручке, по продажам. То есть здесь большой достаточно отчет от компании NVIDIA. Если не ошибаюсь, это отчет за 2023 год, но могу ошибаться. То есть этот отчет я хотел бы полностью как раз выгрузить и провести его анализ. И не просто провести его анализ, а построить те самые интерактивные таблицы, интерактивные диаграммы, которые сейчас есть в Чарджи 5. Для начала я выгружу, соответственно, этот отчет и просто попрошу Чарджи 5. То есть это годовой отчет от компании NVIDIA по форме 10К. И попрошу ему дать последние данные, которые в этом отчете фигурируют, соответственно, о прибылях и убытках по форме 10К. Значит, он мне тут же строит, соответственно, такую таблицу. Вот последние данные о прибылях и убытках компании NVIDIA. Из них форма 10К за 2024 год. Отчет о прибылях, сегментирование информации, операционная прибыль по сегментам. То есть он вытащил из этого отчета эти данные и, соответственно, составил таблицы. Что бы я хотел здесь сделать? То есть это, как мы видим, здесь стандартные таблицы. То есть это не интерактивные таблицы. То есть я его сейчас просто попрошу сделать мне интерактивную таблицу. Смотрите, он сейчас анализирует данные и после этого должен выдать мне уже готовый вариант. Смотрите, да? Вот он создал интерактивную таблицу. Чем отличается интерактивная таблица от обычной таблицы? То есть в обычной таблице мы просто можем ее скачать и никаким образом с ней не можем взаимодействовать. Интерактивная таблица, у нее появляется возможность ее, во-первых, скачать в форме таблицы. Во-вторых, у нее есть возможность так называемой, то есть развернуть эту таблицу. И в чем здесь есть ключевые преимущества? То есть мы можем выделять здесь столбцы, то есть прям как Microsoft Excel. Можем выделять строки и можем по определенным строкам, по определенным столбцам, по определенным ячейкам задавать какие-то дополнительные вопросы. То есть смотрите, я не знаю здесь во время съемки это будет видно, но сейчас, когда я буду задавать ему запросы, вы это все увидите. То есть здесь у меня сейчас отображается, что ячейка такая-то. Вот я выделил эту ячейку. И по этой конкретной ячейке я сейчас могу задавать конкретный вопрос, который меня интересует. И такого раньше не было в чат GPT. Кроме этого, мы сейчас можем не просто взаимодействовать с этой ячейкой. Мы можем выделять определенную строку, например, и просить его дать именно конкретный ответ по этой строке. Давайте покажу, как это работает. Я выбираю, например, строку 6, продажи и общие административные расходы. Здесь год завершившийся, год завершившийся и, соответственно, какие-то данные. Я хочу узнать подробнее информацию по этой строке. И, соответственно, я его спрашиваю, какая тут прослеживается тенденция. И мне чат GPT уже конкретно по этой строке, видите, он выделил строка номер 6. То есть вот строка номер 6. Он конкретно по этой строке начинает рассказывать, что здесь имеется в виду. То есть он не просто эту информацию придумывает, а он вытаскивает эту информацию из того отчета, который мы в него загрузили из этого. То есть из представленных данных можно наблюдать следующие тенденции финансовых показателей корпорации Nvidia за 2024 и 2023 год. Значительный рост выручки. То есть выручка увеличилась с такой вот показателя в 2023 году до такого-то показателя в 2024 году, что свидетельствует о значительном росте бизнеса. Рост валовой прибыли, увеличение операционных расходов, рост расходов, снижение расходов, значение увеличения операционной прибыли. То есть он конкретно по этой строке дает свой ответ. Плюс, если мы раньше, когда мы задавали чат GPT, нам иногда не хватало каких-то промптов. Смотрите, что здесь было добавлено. В интерактивных таблицах теперь есть у чат GPT та функция, которую мы так долго ждали. Смотрите, у него есть варианты дальнейшего развития сценария. То есть он может сам уже задавать себе вопрос для того, чтобы мы получали конкретный тот ответ, который мы хотим. То есть он нам выдал ответ. И дальше он спрашивает. Он нам дает как бы два варианта ответов. Какие изменения в структуре затрат. То есть он нам дает два готовых промптов. Каков прогноз на следующий год. И в зависимости от того, что мы выберем, он соответственно даст нам ответ. Например, я хочу узнать прогноз как бы на следующий год. Я выбираю вариант, каков прогноз на следующий год. И чат GPT уже конкретно отвечает на этот вопрос прямо здесь. Мне кажется, это очень удобно. Такого вот раньше не было. Сейчас такая функция также появилась. Плюс мы в любой момент можем, соответственно, прикрыть эту интерактивную таблицу. Но пока я не буду закрывать, чтобы не нарушить работу чат GPT. Потому что он сейчас немножко капризный. Новые функции только выкатили. И могут возникать какие-то ошибки. Чтобы ошибок не возникало, я пока какие-то лишних движения не буду делать. Но я тестировал. Все окей. Работает. Чуть дальше вам покажу. Значит он нам опять дал ответ. И опять предложил два варианта развития дальнейшего события. То есть два варианта промпта, которые мы можем ему задать, даже не набирая текст. По поводу тех самых интерактивных таблиц мы здесь в принципе все понятно. То есть мы выбираем определенную ячейку. И с этой ячейки можем работать и определенную таблицу. Давайте посмотрим, как чат GPT строит сейчас интерактивные круговые диаграммы. То есть мы сейчас ему задали вопрос. Создай круговую диаграмму непосредственно в этом окне с интерактивной таблицы. И он нам создал круговую диаграмму. В чем ее здесь преимущество? То есть мы можем с этой диаграммой круговой непосредственно взаимодействовать. То есть мы можем, во-первых, переключить ее на старый вид. Вот в таком раньше виде нам давал чат GPT ответ. Сейчас же мы получаем именно интерактивную диаграмму, которую мы можем также скачать. И она будет в таком простом виде с информацией о этой диаграмме. Но смотрите, что здесь появилось. Мы можем менять и взаимодействовать с цветами. Например, мы хотим показатель выручки, чтобы он был не желтым, например, а синим. Мы его меняем на синий. Например, мы хотим, чтобы вот этот вот параметр был не зеленый, например, а какой-нибудь там другого цвета. Мы этот параметр тоже меняем. То есть мы выбираем цвет в зависимости от каких-то там наших собственных предпочтений. И такого раньше не было. То есть мы уже можем построить полноценную диаграмму под себя. И также вот после того, как он создал нам вот эту вот самую интерактивную круговую диаграмму, он нам также выдает несколько вариантов ответов. Например, он нам говорит, спросит, давай... То есть дает несколько вариантов дальнейших промптов. Например, создай диаграмму для каждого из сегментов. И он создает там... Сейчас будет создавать диаграмму для каждого из сегментов. И этого всего как бы не было. Это и есть те самые интерактивные диаграммы, которые не так давно появились в чатже 5. Также, если какую-то диаграмму мы потеряли, то есть нам необходимо к ней вернуться, мы возвращаемся к этой диаграмме, просто выбирая ее вот в этом вот окне. Но, например, мы хотим получить не просто диаграмму, мы хотим получить полноценную там гистограмму. Соответственно, мы чатже 5 сейчас задаем в запрос, да, создай гистограмму. И он нам уже на основе каких-то там данных создает полноценную там гистограмму, которая тоже является интерактивной. То есть он говорит, что вот зеленый цвет представляет выручку по каждому сегменту. Сегмент синий цвет, зеленый цвет предоставляет операционную прибыль по каждому сегменту. Здесь то же самое. То есть мы можем менять цвета этой гистограммы и делать так, как, соответственно, нам более привлекательно. Вот я выбрал цвета ТикТока. То есть смотрите, что у нас появилось. У нас появились те самые таблицы для интерактивной таблицы. У нас появились интерактивные элементы. У нас появилась возможность более глубокой работы с таблицами. Ну и, конечно, анализ. То есть мы вот эти вот все данные мы получаем из простого 100-страничного документа от компании NVIDIA, которая выгружает свои данные на свой сайт. И мы его загрузили. И вот таким вот образом мы здесь можем узнать, что мы хотим. То есть мы можем попросить его. И у ChatGP появилась функция дальнейшего промпта, дальнейшего введения работы. То есть, например, я не вводил промпт, уже тут же получил, какова динамика роста выручки NVIDIA. И тут же получил, соответственно, данные, где он мне построил, соответственно, динамику для роста выручки компании NVIDIA. То есть я сейчас могу посмотреть, зайти на какой-нибудь сайт официальный, посмотреть, как росла выручка, то есть NASDAQ, как росла выручка от компании NVIDIA. Также, например, мы его в дальнейшем можем попросить создать, там, не знаю, модель RIMA для прогнозирования будущих цен по акциям компании, соответственно, NVIDIA. И он уже на основе тех данных, тех отчетов, которые у него есть, он, соответственно, может построить нам такие графики. Мы тоже сможем. Ну, конечно, это никакая не финансовая рекомендация. То есть нужно на основе искусственного интеллекта принимать какие-то финансовые решения, то есть покупать какие-то акции, либо не покупать. Но, в принципе, такая возможность тоже есть. То есть в процессе анализа, я думаю, сейчас ребята, кто занимается криптовалютой, они активно будут такие функции использовать. То есть выгружать какие-то данные. Вот, ну, видите, мы получили график не интерактивный. Нет, он не интерактивный. Да, мы с этим графиком не можем взаимодействовать. И мы видим, что максимальная выручка может быть достигнута в 2026 году, а потом произойдут какие-то падения. Но все это как бы по отчету, который мы видим, созданный здесь. Я думаю, в следующем году будет другой отчет. И, соответственно, где эта динамика изменится. Также смотрите всю переписку, всю историю мы можем посмотреть здесь. То есть здесь построены все графики. И зайти в любой график интерактивный и с ним уже непосредственно взаимодействовать. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Там много информации про искусственный интеллект, про чат GPT, про продажи, маркетинг, предпринимательство. С вами был Игорь Зуевич. Пока.